По проведению выборов дельницам надо оплатить и суточные, и премию. Это надо утвердить. То есть по дельницам. Отдельная премия или достаточно одной суммы? Как? Шановная сумма? Одной суммой. Значит, выногорода в общей сумме 78 439. Это с налогами. Я думаю, без налогов 78 439 гривен. Залученные, которые на платной основе, у них есть постанова на них. То есть это утверждать не надо. Единственное, что по закону неработающие пенсионеры и залученные на начисление производится по тем нормам, по 966. Минимальная заработная плата на тот момент, когда начисляется. 1370. Потому что принятые ранее люди, у которых была заработная плата по додатку 1.4, там меньше. И с 20 или с 19 сентября утвердилась новая минимальная заработная плата. На платной основе то, что предоставили справку по среднему. В общей сложности в общей сумме 88 925 45. С налогами это выходит почти 120 тысяч. Яка постанова потребна и для чего? Постанова потребна для выплаты дельничным. Для надания державного казначейства? Нет, это постанова должна, они сдают постановы, табеля свои, а мы должны обобщить их, то есть общую сделать постанову. У меня возникает вопрос, вы сказали премиальные, за что мы, члены участковой избавленной комиссии, платим премиальные, если вы не состоялись? Сартанат, да. Возьмем дельницу. Те, которые постановы, она на тех. Постановы. А городские дельничные комиссии, которые так же работали, и не по их вине выборы не состоялись. Как их дискредит, почему мы их... Тогда давайте всем платить? Я готовлю звернення до Центрально-виборчей комиссии, до финансового отдела, с этого вопроса окремо. Наша бухгалтер також може надати відомості, бо вона... Я вважаю, что комиссия высшего уровня разъяснит, что это вопрос для нас. Ну вот здесь, что вам не положено. Нет, подождите. Дайте я скажу. Вы не положено, выборы не состояли. Что тогда делается эта масса людей, которая... Масса. Вы их взрываете. Они здесь у вас будут стоять. Вы чем заплатили, платите им все расскажем. Фактически вы предлагаете одну и ту же комиссию заплатить заработную плату дважды, а всему городу взорвать весь город. Вы манипулируете мнением комиссии присутствующих. Объясню почему. Сартанская, Толоковская, Старокрымская. Фактически там в выборе одна и та же комиссия получала одну и ту же зарплату, за одну и ту же зарплату, если бы она считала и сельских, и городских, и кандидатов мэра. Вы говорите, что это разный процесс. Тогда нужно было выйти из сельских радов, двойную зарплату написать, что они считают, зарплату получают за то, что они посчитали сельские, и за то, что они считают городские. Есть ли какая-то постанова городской избирательной комиссии о том, что выборы 25 октября 2016 года в Морюбале не состоялись. Нет. Причина, почему мы не платим людям судочные. Ставим на голосование. Затвердите виплату добових та винагороду дільничим выборчим комиссиям номер 14-23-44, номер 14-22-98, номер 11-42-346, номер 14-22-97, номер 14-23-45, номер 14-23-48, номер 14-23-47, номер 14-23-49, номер 14-23-49, номер 14-23-4, номер 14-25-24, добові в розмірі 41-023-36 копійок. и в нагороду 37 415 грн. 64 копейки. Кто за? Ганьба, позор, разрываете идиот. Считаем. Вам позор, очередной раз. Вам просто позор. Четыре. Считаем. Кто против? Раз, два, три, четыре, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 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 Кто отримался? Раз, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это все против. Кто отримался? Я отримался. Вот один. Десять против, один отримался. Не проголосовано был вопрос поднятый по докладной записке бухгалтера нашего. Вот, к сожалению, я не сильна в бухгалтерском отчете финансовой отчетности, поэтому полностью пригласила ее выступать с доповедью с этого вопроса и выготовить проект постановы. Но, к сожалению, не проголосовали. Я с ней посоветую, какие действия ей дальше необходимы для того, чтобы выполнять требования закона о выплатах. Ну, суточные, допустим, человек, который проработал, ну, можно так сказать, проработал на выборах 25-26 числа, если бы выборы прошли, оплатилось бы в сутки 192,92 копейки. То есть два дня – это 385,84 копейки. Выногорода, она не есть обязательной. Если есть экономия, значит, могут оплатить, а могут и не оплатить. Табеля – это суточные, а выногорода – это их постанова. Городские комиссии поздавали. Есть в хорошем состоянии, есть еще в таком состоянии, которое можно даже не принять. Но мы принимали все документы, вот, потому что, ну как, я не имею права не принять, и поэтому мы принимали. Но так как у меня письменно постановы нет им оплачивать, в любом случае, если бы положено было оплатить, у меня должна была быть постанова точно такая, как мы сегодня хотели утвердить. Постанову выносят, ну, вначале дельница свою постанову, потом решается здесь. Будет доведена сумма, по крайней мере, ну, по моим сведениям, то есть будет доведена сумма и, ну, наверное, компенсирует что-то. Ну, это, наверное, так бы хотелось. В поселках мы обязаны оплатить, я не знаю, что не приняли. Вознаграждение – да. Хотите принимайте, хотите не примите. Почему вы в поселках обязаны заплатить? Потому что у них выборы прошли. То есть, как бы, наверное, они проголосовали из-за того, что возник вопрос, делничным не оплатили. Ну, я считаю, что толковка Сартана и Старый Крым суточные должны были утвердить.